Не собачья жизнь или концлагерь для бездомных животных. Жители поселка Белоостров курортного района Петербурга обеспокоены. В садоводстве Компас одна из жительниц открыла приют для собак и кошек. Все бы ничего, только за питомцами якобы не следят, их не кормят. Об этом сообщили зоозащитники и жители соседних дачных участков. Приют появился еще около шести лет назад. Рядом с заброшенным домом поставили несколько вольеров. Животные обитают в антисанитарных условиях, постоянно лают и мешают соседям. Иногда собаки устраивают подкоп под забором и выбираются из своей резервации. Об этом рассказал Владимир Евланов, председатель садоводства Компас. За этим забором находится так называемый приют любимой дворняга. Я его называю так называемым, почему? Потому что до юры он не оформлен, но это не меняет сущности тех проблем, которые создают 150 собак и 20 кошек, как пишет в своем блоге наша уважаемая Ольга Геннадьевна, как бы владелица вот данного. Это постоянный лай, это запах, это огромные проблемы, когда собаки, подрывая забор, все-таки выбегают. Проблемы несколько. Во-первых, это антисанитария огромнейшая. Это страшный запах, особенно летом. Почему? Потому что собак кормят замороженными отходами из птицефабрики. И когда это все оттаивает, ну это просто рубится и разбрасывается собакам. Когда ворона растаскивают по всему садоводству, это, конечно, ужас. Кроме того, собаки подрывают заборы группами по 5, по 10, иногда 15 штук. Особенно в вечернее время. Вы представляете положение женщины с маленьким ребенком, который гуляет? И, в общем-то, да, они пока не нападали, но это пока. Жители неоднократно пытались найти компромисс с владельцем участка Ольгой Березиной. Однако договориться не получилось, и люди решили обратиться в суд. Дело выиграли до 1 апреля 2017 года. Хозяева должны закрыть несанкционированный приют. По словам жителей, собаки не приучены к людям и поэтому опасны. Бездомные животные якобы нападают на кошек и маленьких собак, когда выбираются с территории, где их содержат. Пожаловалась местная жительница Елена Филиппова. Мы только за животных, потому что такое содержание, оно просто... А у нас сколько кошек домашних разорвано? Это концлагерь для животных, понимаете? Особенно, когда она их кормит, там же нет такого, как у каждой собаки Минска, допустим. Здесь просто раскидываются корм, и кто посильнее, тот наедается. И вот такие вопли стоят, вот просто сердце разрывается, когда крупные собаки дерут этих маленьких. А если закроют приют к 1 апреля, вот по ставлению прокуратуры, да, решение прокуратуры есть, она их просто выпустит. Она сейчас их как бы на свободный выгул выпускает. Что у них за еда здесь может быть? Только кошки или вот домашняя скотина, которую люди держат, там вот куры, утки, бульки. Зоозащитники опасаются, что стая собак после закрытия приюта окажется на улице и будет угрожать жителям Белоострова. Ранее часть животных удалось забрать и перевезти в другой приют, сообщает зоозащитница Ксения Иванова. Мы отсюда забрали 18 щенков, которые были рождены на улице, забились под домами и в ноябре того года забрали 9. Мы можем взять, наверное, 10-15 собак помощников. Нам нужно построить вольеры, нужно, чтобы появились люди, которые будут курировать этих животных. Хозяйка приюта Ольга Березина с журналистами общаться согласилась только по телефону. Показывать приют и условия, в которых содержатся животные, отказалась. Кроме этого заявила, что на нее наговаривает председатель садоводства, а с животными у нее все хорошо. Я совершенно непонятно, почему они продолжают травлю. Все собаки паспортизированы, чипированы, привиты и все суки привиты, стерилизованы. Я живу на соседней улице и как только я слышу лай, вот неадекватный, я уже совершенно по звуку определяю. Я сразу же туда иду. Я нахожусь от них в 100 метрах. Два раза в день приезжает рабочий, который убирает и кормит. Пока договориться у конфликтующих сторон не получается, сегодня на территории участка, по информации председателя садоводства, находится 150 собак.